Накануне Дня Волги в Конакове в главную реку Верхней Волжи выпустили 10 тысяч штук молодистерди. Участниками события стали губернатор Игорь Руденя, глава Росрыболовства Илья Шестаков, волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, а также школьники, волонтеры и просто жители Верхней Волжи. Тем продолжит наш корреспондент. Верхней Волжи – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает Тверскую область быть в передовиках в вопросах сохранения природных ресурсов и приобщения молодого поколения к подобным мероприятиям. У нас отмечается на этой неделе праздник реки Волги. Вы знаете, что самая большая река в Европе такая? Волга, правильно. А вторая река после Волги какая? Дунай. Поэтому если Европа гордится Дунаем, то мы гордимся первой самой крупной рекой в Европе – это река Волга. Стерлить является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. И этот выпуск является очередным серией компенсационных мероприятий в рамках возмещения ущерба водным биологическим ресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности, проведении дно углубительных и других работ в водоохранной зоне Волги. Выпуски мальков и молоди будут происходить весь летний период в рамках национального проекта «Экология», сообщил Илья Шестаков. В Волге был нанесен значительный ущерб в свое время. И, конечно же, были подорваны рыбные запасы, особенно запасы осетровых видов рыб. И, конечно же, для нас сейчас важно то, что мы активно занимаемся восстановлением рыбных запасов. И я могу сказать, что эта работа, она дает уже свои положительные результаты. Сейчас наши ученые фиксируют увеличение запасов стерляди, других видов водных биологических ресурсов в Волге. Поэтому в ближайшее время можно будет говорить о том, чтобы исключить стерлить из Красной книги Тверской области, открыть любительское рыболовство. Государство огромные деньги и усилия прилагает для того, чтобы в реке Волга повышались запасы рыбные. Это выпускаются десятки миллионов в весь период летний. Работают специальные рыбзаводы. Наука работает для того, чтобы определить, какие виды рыб, где их нужно выпустить. За прошедшие пять лет в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в границах Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях в Волгу выпущено 21,5 миллион молоди, стерлиди, сазана, толстолобика. Из них более 12 миллионов в границах Тверской области. По мнению губернатора Игоря Руденя, это делается в том числе и для будущего нашей молодежи. Более 40 мероприятий проведено на территории при поддержке Росрыболовства, Верхневолжской и природоохранной прокуратуры. И это позволяет, когда это делается совместно с нашими гражданами, совместно с молодежью, уже приводить другую культуру, уже более высокую культуру, бережливое отношение к нашим природным богатствам. Губернатор Игорь Руденя уверен, что в ближайшее время у нас будет возможность увидеть комплексное возрождение рыбохозяйственного комплекса и водных биологических ресурсов на всей территории Российской Федерации. А в этом году запланирован выпуск еще 4,5 миллионов единиц, в том числе свыше 1 миллиона экземпляров стерляди.